Здравствуйте! 11 февраля, тепло хорошо, 24 градуса днём и где-то, наверное, 18 вечером, то есть ночью, вечером ещё более-менее ночью. Так, про что мы с вами поговорим? Я рассказывала про эти все подушки безопасности и прочее, вот что знаю. И просто вспомнила один момент, у нас же бейсбол был, да, вот этот вот футбол в один день, что улицы вымерли, да, все смотрели его в тот день, когда я вам снимала. И вспомнила ещё, что всё-таки сколько, сколько чего может ожидать женщина или мужчина, кто вот едет в другую страну, да, но в данном случае женщина здесь в основном замуж уходит. Что может ожидать? И это может показаться, ну, не подводными камнями, но камушками точно. И по этим камушкам ещё и больно ходить, да. Например, про бейсбол. У нас знакомый, мы у него останавливались, ночевали пару раз за все эти годы, и пару раз было так, что, а он страшно любит этот бейсбол, ну, вот этот американский футбол, да, у нас его нету, кстати. Я не знаю, почему, никто не упоминает, никто не интересуется абсолютно, да, да, и в Европе тоже, но здесь это номер один игра, здесь этот футбол, который, сокер, который ногами бьют, наш футбол, наш, так скажем, да, он очень-очень малопопулярный, очень малопопулярный, а хоккей только на севере популярный, и здесь, здесь есть, ну, короче, мало его смотрят, ну, ладно. Вот, так у него в доме, ну, большие телевизоры, да, здесь у всех большие телевизоры, вот, и где-то в этой, в дайнинг-рум, ну, не кухня, а это, как её, столовая по-нашему, да, огромный телевизор, и всё время вот ты просыпаешься и засыпаешь, ну, ночью, наверное, он всё-таки выключает звук стадиона, то есть у него этот бейсбол поставлен, программа в Америке есть спортивная, да, есть бейсбол, есть баскетбол, туда-сюда, и все сутки идёт только баскетбол, либо только бейсбол, либо только что там, вот, и у него эта программа настроена, что он включает телевизор, всё, вот этот бейсбол, то есть звук в доме, как со стадиона, вот это, заходишь и у-у-у-у, и там же ещё, если бы ещё как стадиону, ладно, а там же ещё комментатор, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, ну, и показывают игры. И старые, и новые, ну, всякие, ну, какие там, ну, наверное, они не очень старые, там, месячной давности, ну, неважно, короче, по всем штатам, кто с кем играет, и громко, и на весь дом, и вот он, это один телевизор, в спальне второй телевизор, то же самое, то есть это, ну, в его спальне мы ночевали, правда, там уже не было, ну, мы же сами отключили, вот, и, то есть дом наполнен, вот, в доме, как на стадионе, понимаете, постоянно вот этот шум, когда ещё идёт фоном какая-то, ну, как у людей музыка, да, есть в доме, что включил музыку, и так, да, потихоньку она играет фоном, а ты там делаешь, что хочешь, да, даже телек смотришь, а где-то музыка играет в другой комнате, вот, ну, это оно, это музыка, а то стадион. И вот сам, я замечала, что сам в душе, сам с кем-то по телефону разговаривает, сам ушёл, уехал в магазин, а, приехал, значит, назад, а в доме всё время вот этот шум, постоянный, а, ещё на, на большом же экране всё это прыгает, бегает, и вот проходишь в этой комнате, всё это вот это шумит, и, значит, вот это, ой, ну, кошмар. Ну, в общем, короче, вот человек так живёт. Второй раз приезжали, он уже был женат, и всё равно в доме, вот они готовят, разговаривают, сели, запрыгнули в машину, поехали вдвоём, ну, молодые лет, наверное, 35, туда-сюда, значит, это самообразованные оба, ну, то есть, ну, она-то не бейсбольная, он бейсбольный, вот, и всё равно вот это вот шумит, 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 и вот этот гул, вот я даже сейчас помню этот гул, значит, шумит, такой вот стадионовый гул. Так что, приехав сюда, можете попасть на такого любителя этого, который не будет выключать свой футбол, понимаете, то есть, или те программы, которые он любит. Он не будет, ему это нравится, ему это нравится, вот, да, а где-то там на завтрак или на обед взял эту чашку кофе, там, какой-то, значит, или сэндвирс, что он там, это самое, перекусывает, идёт в эту вот комнату, наконец-то садится к телевизору к этому и, наконец-то, смотрит. Посмотрел, пока поел 20 минут, опять ушёл, опять его нету около телеков, опять он где-то носится, у него там собака во дворе, бассейн во дворе, вот он что-то делает, то чистит бассейн, листья убирает, то туда-сюда, а в доме всё время этот гул. И неважно, кто в доме, всё равно он присутствует, понимаете, вот она тоже, вот я помню, но она, видно, привыкла уже, что, я помню, режет готовить на кухне, с нами разговаривает, кричит, ну, то есть, повышает тон, потому что её не будет слышно, потому что звук в доме, и вот так вот, то есть, вот так вот люди живут, понимаете, поэтому, конечно, приехав за такого замуж, надо иметь в виду, что, ну, что, я не знаю, нервы должны быть у вас молодые, вот, молодые в том плане, что терпеливая вы должны быть. Пытаемся сесть на лошадь. Она уже упала. I'm on go, could we pass? I'm on go, 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 go. She needs. Go. No, she didn't notice. Смотрите, fire department. Пожарка. Поехала. Fire department. Называется. Пожарная часть. Fire department. Поехала. Так, здрасте, опять. Уже забыла, про что я говорила. Я просто говорила, что, когда я увидела на канале, по-моему, да, у Галины Смит, наверное, девушка задавала, женщина, девушка, ну, молодая там, по всей видимости, задавала вопрос, что я нашла там жениха, вот, всё устраивает, туда-сюда. Да, да, не так уж она и молодая. Она там пишет, что-то ему там 45, ну, например, да, ну, ей там, вот. А он, говорит, я собираюсь приезжать, а он вот недавно говорил, что он, значит, одиноко живёт, и он, говорит, даже завёл после там смерти жены, например, там двух кошек, одну кошку, а теперь пишет мне, что уже две кошки, а я собираюсь приехать, и вот не знаю, как с этими кошками быть туда-сюда, вот типа не люблю, я не люблю это вот, там, и шерсть в доме, и вот туда-сюда. А я рассказываю эту историю про то, что в доме всё время, дённо и ношно, но ношно, наверное, всё-таки он выключает телевизор, а дённо точно, всё время шум стадиона в доме. Вот заходишь в дом, вот как ты на стадион пришёл, понимаете, вот так вот, крик, ду-ду-ду-ду, да ещё этот комментатор, бу-бу-бу. Ну, на стадионе хоть один шум, а тут же ещё, ну, по телевизору как матч идёт, да, вот, да ещё и с двух телевизоров, в ту сторону дома пошёл, там, значит, крик, в эту сторону дома пришёл опять крик, ну, кошмар. И никто его, главное, не смотрит, он его не смотрит, но он может, конечно, там завтракать, конечно, он пошёл к телевизору, взял свои, там, это, кофе туда-сюда, присел и смотрит то, что идёт. Вот, ну, опять же, есть же свои дела, пошёл в душ туда-сюда, пошёл готовить что-то там, он сам готовит, это самое, кошмар. Так вот, кошки по сравнению с этим покажутся, покажутся любимыми молчаливыми животными. Вот, но это к тому, что вы никогда не знаете, что ожидает, когда выходишь замуж или приезжаешь, или что. То есть, это, кошки, это будет самое минимальное, что с ними можно, в принципе, и там вырулить как-то, и если уже на то пошло, если он согласится, то можно, в принципе, отдать их. Их забирают же из приютов, то есть, можно отдать в приют, их там забирают. Скорее всего, кошки у него, конечно, стерилизованные, потому что они здесь все стерилизованные. Если только люди не разводят специально котят каких-то породистых, ну, не зарабатывают на этом, то кошки здесь стерилизованные. Коты и кошки все подряд, вот. Так что, так что, не знаешь, что тебя ждет. Вот, а второй был воровьегонками. Ну, заехали мы. Вот расскажешь вам тут, если меняется тут вокруг все. Кондосы, господа, соединенные, или таунхаусы, стенами соединенные. Мы уже видели подобное. Они подобные, но все проекты, проекты, все проекты, они разные. То есть, здесь такая улица, там другая улица. Может, где-то повторяется, но в основном они как-то строят неоднотипное. Это были почтовые ящики, там промелькнули. Такое коричневенькое, не очень хороший цвет, да? Они браун колор над собой, да? Ясно? Браун. Вот так. Бабушки с собачками. Видите, здесь на боку дома лестница. Вот там пошла на второй этаж, на первый этаж. А здесь гараж. Так здесь что? А, в двух уровнях, значит. А, здесь с одним гаражом есть жилье, есть с двумя гаражами, потому что я видела номера. По номерам можно судить, сколько здесь квартир. Это опять почтовые ящики, группа почтовых ящиков. Да, там речушка, вот там вот между домами. Канал прорывают. Вот, ну вот такая вот территория. Ага, вот здесь два, значит. Гараж один твой, один мой. А здесь три. Один твой, один мой. И там третий. И в разных уровнях. То есть наверх пошло. У тебя лестница в квартире, да? То есть. Ну это как дом, только дома, заслепленные друг к другу. И уже в России есть. И кондосы начали строить, слава тебе, Господи. Не везде, конечно, в больших городах, но уже видела. Гаражи, как видите, не очень большие. Ну нормально. Ну здесь, ну такое, где-то 120 метров. Смотря какое. Есть здесь 160, ну 160 будет, наверное, на две машины гараж. Вот. Вот они эти здесь каналы. Обязательно фонтанчик. Вот. Ничего. Так, объехали мы это. И едем дальше. Он заехал развернуться, а я говорю, заедь дальше. Ага. Вот так вот сбоку выглядит этот домик твой. Вот. Никогда не знаешь, я имею ввиду. Никогда не знаешь, куда попадешь. Поэтому кошки это еще. Обойдетесь малой кровью. У меня, ну я имею ввиду, вот замужество, да. У меня был, была знакомая. Ах, что-то здесь такое солнце. Сейчас подождите. Мы отъедем. Побликс. Гроши листов. Гроши листов. О, what is doing here? Мама моя, first time see. Первый раз вижу около... Гроши листов. Молодец. Фанни, let's give him dollar. He's not even playing it. I said, take playing it. He's exactly like he's playing it. Гарри, он даже... Нет, ну he can play. Он говорит, он даже не играет сам. Усилитель там стоит у него в чемоданчике. Ну правильно, потому что его слышно здесь не будет. Усилитель стоит и уже играет ему там, подыгрывает к оркестру. Он говорит... Ну все равно красиво, да? А людей как-то на этой плазе мало. Но не разрешают это делать. Это вот это он стал здесь. Ну молодец, дядька. Еще своим трудом зарабатывает. Как он там играет? Он говорит, у него tape. Говорит, имеется в виду tape recorder. Это магнитофон. Italian restaurant. Денчесто место и украшения джерли. Ханни, скажи джерли. Джерли? Сай джерли. Джерли? Сай вон там. Джерли? Господи. Они не слышали английский. Девочки, если... It's not English. It's not English. Word, not English. Джерли. It's not English. Джерли. I'm correct, no? Yes. Funny. Говорит, yes. Но он всегда меня хвалит. Он мне как-то мало критикует, что я про... Ну поправляет, но так, чтобы критиковал. Я-то знаю сама, что я не про... Да, так у меня была... Ой, господи, ханни. Это машинные магазины здесь, автомобильные, лодочные магазины, видите. У меня была знакомая, я вам, наверное, про нее рассказывала давно-давно. Она... Когда я приехала, она уже разводилась. Она уже разводилась со своим мужем, ну и мы когда спрашивали... Такая смешливая, симпатичная девушка. Она нравилась мужикам. Она потом и замуж сразу... Не сразу, но бойфренд, потом еще и... Собственно, никогда не была одна. Сразу же такая... Ну она ничего, такая симпатичная, приятненькая. Наташа. И такая она приветливая, такая смешливая, такая молодец. То есть... Такие мужчинам нравятся у нас это. То есть в любой стране. Одна не засидится. Легкая такая. Стоп, 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 стоп. Маленькая. Господи, что за трафик здесь? Там вышло в конце дня. Сейчас где-то 5 часов к 5 часам. Почему разводилась? Спрашиваю. Я говорю, а кто у нее муж? Они говорят, а он этот... Оператор. Кинооператор. А потом что-то такое там... Как-то что-то говорит. А где она? Да, она говорит, да мне вставать в 6 утра или в 5 утра. Завтра я ухожу. Это мы учили английский язык. Да, она уже была там на высоком уровне. Я только начинала, только приехала. И она говорит, мне надо утром вставать, ехать на съемку. Ты смотри, трафик какой. Господи. Чего так много машин-то? Они вот схапаны. Каракция. У нас куда-то ехать на съемку. И притом на кладбище. А там в городе было такое старинное кладбище. Здесь же в Америке кладбище. Они вообще поле и поле. С плиточками такое, да? То есть, это у нас... Пушкин писал, что говорит, а кладбище в России имеет вид печальный. Да? То есть... Да как печальный. Да у нас оно все разукрашенное, задекорированное цветами. Тветы. Тветы. Тветы старые, новые. Могут не менять. А вот у кого как. Потом цветочные кучи, неубранные эти все, от венковать и лежат на кладбище. Почему-то этим никто не занимается. Ну, такое вот. Люди каждый ходят сам себе. Это отрядное место. Я это называю. Как в пионерлагере. Вы же не помните, отрядное место мы украшали. Украшает это отрядное место. Пока там. Потом кто-то уезжает. Кто-то перестает ухаживать. И все это приходит в негодность. Но все этот декорейшн, этот висит. Иногда в страшном виде. Ну, в общем, у нас все у нас в кладбище у нас совсем другое. У них такое просто. Там нельзя ничего это самое. Там можно цветочки воткнуть. Маленькие там есть для цветов. И все. И все. И то живые там, по-моему, не разрешаются. Или их уберут. Может и можно, но их уберут. Ну, гляньте, этот байдаршник. Ну. Так про что я? Ой, такое солнце. Я не могу даже разговаривать. Люди, оно бьет мне в глаза. Мир нет. Невозможно снимать, смотреть. Сансет. Сансет очень сильный, ужасный. Во Флориде закат солнца – это что-то. Особенно зимнее время, осеннее время. Летом как-то не так, не знаю почему. Да, наверное, все время. И именно вот эти вот где-то полчаса, как раз, когда все это смотрит тебе в машину. Очень трудно везти машину. Очень часто люди делают аварии из-за этого сансета. Что-то у меня сегодня речь не течет, как вы понимаете. Не течет, как реченька речь. Что я рассказывала? А, ну вот, так она на съемку, значит, идет. А кладбище там старое такое, старое-старое. Оно там еще и кубинское. То есть кубинцы были тоже богатые. Не все ж такие были нищеброды раньше. Вот, еще до революции. И там были похоронены эти испанские все. Эти богатые люди. И не только испанские. Ну, в общем, короче, богатое кладбище тех времен, 200 лет назад. Там красиво эти склепы все. И там часто, значит, снимали кино. И вот она торопилась на... Ой, господи, приехали куда-то мы. Вот. И она, значит, торопилась на съемку. Я говорю, на какую съемку? Она говорит, да я в массовке, значит, типа подрабатываю. Я говорю, о, а что ты делаешь? Сказали, завтра в длинных платьях, в любое свое вечернее платье длинное, накрашенное, намазанное, все это начинается у них в 6 утра. Ну, из-за солнца, наверное, я не знаю. Ну, вообще, я знаю, что снимают кино рано утром сюда, в 5 утра. Это самое. Ну, может быть, меньше людей, меньше зевак. Может, из-за этого, не знаю. Но неважно, значит, это... И там платили, ну, например, там 10 долларов в час. То есть деньги были неплохие. То есть на обыкновенной работе даже меньше заработаешь. Ну, на обычной, в том же, например, магазине здесь вот, или официантам в ресторане, где там работают те, кто без образования. Да, здесь без образования. Вот. Значит, немножко больше. Ну, надо высиживать, ждать. И она говорит, не факт, что тебя пригласят. И вот, говорит, сидишь, но делать нечего. Да еще, если, говорит, собирается хорошая компания там этих же, вот этих всех массовочников. Так ничего, а смотри, какие соберутся. Да, она же еще... Она говорила по-английски, но плоховато только начинала. Она, может, тогда была в Америке, может, года три всего лишь. Не об этом речи. А я говорю, а муж? А муж, говорит, оператор. Я говорю, так слушай, он у тебя кинооператор? Я говорю, ничего себе. Думаю, Лянь, как это. А кто-то потом говорил, что у него свой equipment, ну, вот это вот, все свое оборудование, камера и все эти дела. Да, он это все хранит дома, ну, в определенном там месте у него. Ну, может быть, этот, какой-то сарай, гараж или что там, где-то там вот это хранит. И он выезжает на съемки даже со своим оборудованием. Я, правда, первый раз это слышу, не знаю, как мне кажется, что киностудия имеет свое. Но, тем не менее, смотри еще, какое кино. Может, там кино документальное, может, какие-то кадры, может, клипы снимают. Черт его знает, что там не снимают, но вот так вот. И, тем не менее, он работал кинооператором. Я говорю, правда, и кто-то мне из ее подружек рассказал, слушай, да он давно, он там уже лет 20 работает, вот, зарабай вот это вот, на контракт. Так я говорю, правда, вот, как интересно. А мне же так интересно, вот это да. Ну, и в данном случае она на кладбище, значит, она должна была ехать в этом вечернем платье. И все там сидят эти статисты, эти все эти вечерних платьях в этом зале, их там куда-то посадят и ждут. Могут ждать целый день, где тебя не вызовут. Могут вызвать пятерых из этих 30 человек, а могут вызвать никого, могут вызвать всех и так далее. То есть, ну, вот это за присутствие платят. А еще она говорила, что привозят бутерброды и ланч. То есть, напитки какие-то там, сэндвичи днем, значит, им привезут, чтобы они не были голодными. И она говорит, ой, противно, я всегда сплю. Ну, вот сидишь же, нечего делать, сплю. А тогда же еще, это был 2006 год, этих телефонов не было, чтобы поиграться, да, в смартфоне там что-то посмотреть. Ну, вот это вот сидение, чему я это говорила, про ее мужа. И она с ним разводится. Мне показали его фотку, кто-то показывал. Такой высокий, поджарый дядька, она постарше ее, может, лет на 10, но довольно-таки очень даже этот хлесткий, высокий, блондин кучерявый. Такой прямо-таки это, такой типа Есенина, только большой, высокий, вот так, чисто внешне. И лет на 10 ее старше, ей там было, может, лет 33, а там ему так это, за 40. Почему расходится? Она начала, я не знаю там еще какие причины, но одну из причин она озвучивала, страшно грязные. Мне кто-то сказал сначала ее под руки, что, говорит, да он не моется, ей рука к ним моется. Потом что-то пропустила это дело. Потом вечеринка была. Вам там даже нечего смотреть, люди. Вот хоть бы рассказывать, да что показывать воздух, вообще ничего смотреть. Приехали вот в стейкхаус, это хорошее место, но мы внутрь не пойдем. Мы ждем, да, Ханя? И пойдем, потому что конец дня, там полно народу, не хотим дышать. Ничего мы не хотим. Да, Ханя? Мы не хотим, чтобы сидеть, хорошо? Чтобы отдохнуть. Ханя, возьми маску. Ханька сходил, заказал маску. Маску продолжает носить. Вот, значит, и вот это место для стоянки. Здесь написано, что заказал. Ну, типа это. Тейк-эвэй паркинг, то есть... Бери туды. Тейк-эвэй это аут. Аут, хотела сказать. Тейк. Забери, типа того, тейк-эвэй. Забери еду, имеется в виду. Тейк-эвэй. Ну, это глагол тейк-эвэй. Типа забрать. Я. Господи. Даже не могу перевести тейк-эвэй. Забрать. Забрать, наверное. Пикап. То же самое. Слово похожее. То есть, забрать что-то. Ну, так вот это паркинг для того, чтобы забирать еду. Здесь стоит. Керп-сайт еще называется. Ну, вот все же пытаюсь вас учить словам обиходным. Керп-сайт. Керб, вообще-то, это вот это вот. Ну, вот эти вот желтенькие, например, тоже кербами можно считать. Или на дорогах вот этот поребрик этот. Как он называется? Ну, вот это вот бетонные плиты, которые ограждения. Да? Керпами называются. На дорогах часто написано, что это керб. Ну, то есть, у нас еще лежачим полицейским, милиционером называется. Помните? Вот кто автомобилист знает, что это такое, да? Что переостанавливаешься и перепрыгиваешь на машине этот... Are you picking up for to go? Yes. Да. Так вот, керб-сайт. Сайт это сторона. Сейчас, подождите. Она нас перебила. Это тетенька пришла спрашивать. Керб-сайт, да? Там написано сайт. Вам не видно, да, наверное? Керб-сайт. Керб это вот это вот бетонное ограждение. Сайт это сторона. Имеется в виду, что в этом заграждении, в кербовом, в этом, вы будете... Ну, вот люди ходят там, да? Вы будете забирать эту еду, да? Поставили временные знаки. Так вот, в керб-сайте, тейк-эвэй за забирание еды, вот, резерв, зарезервированный, имеется в виду. Вот, то есть, это стоянка только не для тех, кто заходит в ресторан, а на тех, кто забирает еду с собой, вот. Идет нам девочка, несет нам как-то пачку. Ханя, шейк-эв. Поставить. Первый раз такое мы слышим, чтобы сзади ставили. Наверное, и сзади поставила, видите, пакет. Первый раз слышите, первый раз слышу, чтобы они ставили назад, а знаете почему? Чтоб не лапали ее. Наверное. Ну, как ее? А, не знаю. Наверное, чтобы не дотрагивали. Они часто здесь, вот, еду наружу сейчас, да? Вперед. Ой, как пахнет из пакета. Ханя, смел. А? Ой, как хорошо пахнет. Они часто едут. Они часто едут. Они едут парк near me. А-а-а. Окей, wait. You mean for steak? Едем куда, в парк ближайший поесть. Maybe. I see the water back there. Is this the park? This park, that's it? So, we're supposed to eat right here? A lake over there, you see water there. I guess this is it. Maybe we should eat right here. That's it, okay. I don't know what we can do. Okay? I don't know. Ой. Sorry. Ой. Ага. Главное, утро мне говорит... Утро мне говорит 80 дегри, 80 градусов. Я говорю, 80 градусов? Я не стала перепроверить. Каких 80? Холодно. Ну, то есть, сейчас, наверное, где-то... Ну, может, не более 20-18, может. А я тут это... Обнаженная Елена. Отдайся. Озолочу. Так, теннисные корты. Бэмс закрыты, наверное. Ага. Ну, обычно они должны быть открыты в парке. А может быть, кто-то их открывает, закрывает. Но PET написано. Без животных, чтобы заходили туда. Когда-то и камера написана, работает. А это стол для еды. То есть, это парком называется, понимаете? Вот нажали мы Google, что ближайший парк. И нам вот такое вот выдало здесь. Ну, сейчас мы вот так вот сядем. Там сабдивизион. А вот там... Ой, господи, лейк. Ударила это наша еда с этого, с ресторана. Вот там лейк. Лейк это озеро. А вот там частная улица пошла, да? Так, ну, тканье, полотенце. Хороший ресторан этот. Стейковый. Ага. Ну, путь. Есть. Да и с вами. Так. Симбок послал на ходу. Это в машине у Хасбанта были. А нам нужны тарелки. Может нам... Ханни, maybe we don't need plates. Maybe we don't need plates. О, селад. Take salad. Take this out. How much you paid? Не, я сейчас потом спрошу. 31? 31 доллар. 31 доллар. Paid. 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 Заплатил. Pay платить. Paid. Past. Past. Это прошедшее время. Иди в конце. В простых глаголах, да? В этих регулярных глаголах. Как он? Первый регулярных глаголах. Так. Ханни. О, мой бог. Он еще у него спросил, ты вы, говорит, мне это, вилки там не забыли. Она говорит, нет, нет, я же, говорит, положу. Вот дали сколько. Ханни. Он спросил, она подумала, что у нас на эту еду 10 человек. 10 people you will feed, right? Это алкоголем обрабатываем пальцы. Ханни, don't touch food until я... Подождите, я у него спрей. Stop. Вот, мой. Вот, мой. Ханечка. Мы положим здесь, может быть. Мы получим нож. Немного ножа, может быть. Да, пластиковый нож. Этот. Берем. И нож для меня. Она не дала мне нож. Это, как, спун. Это спун. Ложка. А это стейк. А это френч фрай. Френч фрай, картошка. Горяча? Ммм. А напкин? Нет напкин здесь. Это номер один стейк в мире. Это номер один стейк в мире. Господи, они за стейк, девочки, продадут свою родину. Я вам точно говорю. Мы, наверное, за котлеты или за что мы? За пельмени мы продадим родину. А они за стейк. Да не так уж мы их продаем за пельмени это самое. Как у них за стейк. Девочки, я вам говорю. Весь патриотизм у них улетает. Ого. Хани. Пис. Мама моя. Такой же кусок. Что-то ты... Да я его особенно не... It's okay. It's okay, Хани. But I see how big yours, how small mine. Я вижу, какой, я говорю, твой большой, какой маленький мой. А. Опы. Салат. С этим... Хлеб, вот такой чернючий. Смотрите. Сладкий и баттер будет сладкий сейчас. Масло сейчас будет сладкое. И хлеб сладкий этот. И баттер сладкий. It's sweet, right? А, нет, I don't like. Нет. Баттер такой, что... Как крем. Так. Крем. Я стейк особенно не люблю. Знаете, ради того, что... Чтобы продать Робину, я его съем. Так, здесь надо добавить... Хани, тут I don't see blue cheese in my salad, huh? I know. Ага, Хани. I don't have blue cheese. No blue cheese. You order blue cheese dressing, or? There's blue cheese. This one. There's blue cheese in it. Yeah. It may be all in mine. All in yours plate. Yeah, I see what your plates look better, Хани. Я вижу, твоя тарелка выглядит лучше. Хани, put dressing in mine. This is for... This is for steak. What about dressing for salad? This one? Водка and dressing, да? Vinegar, yeah. Vinegar, ok. Этот итальянский, этот с этим... Как это называется? Уксусный. Аля, цвет его, да, девочки? Цвет, цвет dressing. Так, ok. Next. Ok. Готопитайд. Все, финиш. Бон аппетит. Бон аппетит. Все. Ура! Ура! Хазбан говорит, number one steak. What name? Say again. Prime rib. Prime rib. Риб, как ребро. Ну, с prime rib. А что, мы имеем один соус, да? We have one one sauce, Хани. Right? It's ok. Я его, особенно не эта сама. Вкусно, я уже съела кусок. Очень вкусное мясо. Салат вкусный дрессинг, тоже очень вкусный. Салат вкусный дрессинг, тоже очень вкусный. Слышите, там есть еще эти всякие орешки такие. И орешки сладкие. И всякие какие-то хрустящие кусочки. И тоже сладкие. То есть, сделано по-вражески. Ну, но вкусно. Вот. Хлеб у нас почему-то... Хани, eat bread. You prefer bread. You don't eat. Ага. Вкусно. Собака тетю повела. Тетя в полураздетом виде. Из дома вышла с собакой. Так. А про стейк, слышите? Стейк пинг. Вот, он говорит, должен же розовый быть. Вот он розовый и есть. То есть, недожаренное, да? Medium well, это будет более жареное. А здесь, наверное, medium pink. Or how to call this. Ханя, ну, show yours. Мы когда... I just show. Видите, красный внутри. Если там только камера передаст это. And... And... People здесь бегают. То есть, на великах катаются. Значит, что хочу сказать. Мы когда покупаем стейк сырой, для меня бешеная проблема. Он все равно говорит, что я готовлю его неправильно. короче, стейки американские должны быть недожаренные. Уже ночь. Не закончу я видео до... Ну, в следующий раз. Я хочу только сама себя поправить. Слышите? Сказала вам керп. Керп, вообще-то, это этот... Бортовой камень. Нет, это не лежачий полицейский. Неправильно. Бамп. Лежачий полицейский. B-U-M-P. Это в Саптивижн, в жилых районах. Такой холмик, да? Возвышенность на дороге, которая гасит твою скорость. Да? Останавливаешься, перепрыгиваешь на машине и поехал дальше. Лежачий милиционер, или как его в России называли. Так это будет бамп. B-U-M-P. Как это называется? Роуд бамп? А, спид бамп. Вот, спид. Спид, скорость. Скоростной бамп, да? Который гасит скорость. А керп, это... Вот это не пореприк. Как он называется сейчас? Эти новые слова в России? Я их не знаю. Пореприк, не пореприк. Бортовой камень, другими словами. Вот на дороге с двух сторон вот это вот эти вот. Керпы, да? Вот. Бортовой не камень, как он называется? Даже не знаю. Ну, в общем, назовите мне по-русски. Хоть я ж хоть знала, как это называется. Блоки бортовые на дорогах. Это называется керп. Также они на стоянках, да? На парковках они. Поэтому там было написано керп сайда. Бортовой камень, сторона, сайд, сторона. Все, поправила сама себя. А то я иногда вам как переведу, так не дай бог. Вообще вот эти слова, особенно те, которые пишутся на... Ну, везде, да? Вот на парковках, около магазинов, где-то. Вот это вот, все это вот надо знать. И в школе не... Вот в английских школах, ни в русских, ни здесь, ни клепа их не учат. Понимаете? Будете учить, черт знает что. Какое-то там описание природы. Какие-то, как мы учили, когда-то, помню, этот... Great Literature, как она сказала, Literature, говорит, великая литература. Great Literature. Значит, писатель написал, как стекает свеча, расплавилась, значит, этот парафин, да, и стекает она на подоконник, что-то капает, там, туда-сюда. А тот, кто ее видит, значит, описывает, вот, свои ощущения, как свет падает, эти блики там, понимаете? И все это в такой подробности. Там единственное, что слово свеча надо запомнить, тебе нужно в жизни. И все, там какой кошмар. Я помню, мы разбирали этот текст, и я сидела, пыхтела, пыхтела, пыхтела. И вот это, это было, даже пыхтело не от того, что там это переведешь со словарем, все, конечно. Но бесит то, что ты в это время выучил бы какой-то вот этот керп-сайт или какие-то слова, которые тебе нужны и очень нужны, между прочим, что где парковаться, как платить в банке, что написано внутри, в этом, когда деньги снимаешь, или ну все, вот это на этикетках, на товарах, на продуктах, объявления в магазине, где-то что-то, что у тебя спрашивают продавец, они спрашивают всегда стандартные вопросы, и их надо знать. И вот это мы не учат, меня вот это всегда бесило, поэтому обиходные слова вообще надо знать. Я бы вообще учила бы язык, то есть, если бы я была учителем, я бы учила людей по этикеткам, по коробкам, вот по меню где-то, вот это вот взять все, что написано, ну, конечно, тех уже, которые перескочили базиковый уровень, да, кто уже немножко знает построение предложения, там, и произношение слова и прочее, хотя бы примерно. Вот, но во всяком случае, вот такие бытовые какие-то дела бы учила, понимаете, ну все, вот там, если это стол, то это ножки стола и те же шурупы, которые прикручены и конфигурация стола, какая-то, там она такая-сякая, ну, что-то в этом роде. Вот. А у нас был в группе, это же когда английский учили, я говорю, Great Literature этот, разбирали статью, да, вот эту, не статью, а рассказ про то, как стекает свеча. А там же еще, что у него, значит, это самое, воспоминания такие, ну там не конкретно воспоминания, там, что ему представляется в этой капле, которая стекает, растянулась, и блики такие-то, и падает свет, и, и что-то такое, значит, сравнение, значит, что можно вот так взлететь в облака и ощутить, вот, ну это кошмар, там, вот это вот, все это вот закрученное терминами, совсем ненужными словами, ну это просто кошмар. И я помню, что, вот это же мы с ним разбираем, а у нас был парень, то ли он болгар был, я не помню, он сказал, венгра, что-то в этом роде, он был уже, на две головы выше нас в английском, но поскольку, по-моему, класса выше не было, он учился с нами, и вот он, ну уже мог с ней говорить и спорить, другими словами с учителем, понимаете, тут же еще останови ее, начни говорить, что слушайте, пошли к черту со своим рассказом, давайте мы учим практически слова, которые в бытовом отношении нужны, бытовые, которые окрушают тебя каждый день, те же предложения и так далее, то есть с этими словами, это ж надо ей еще сказать, да, по-английски, ты скажешь, но ты будешь 15 минут объяснять, что ты от нее хочешь, а он был уже говорил, более-менее нормально, и вот он ей, как-то, а мисс Катя, там же все шучителя по именам, Катя, Маша, 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 Катя, все, все Катьки, Машки, независимо от того, что она уже переходка, ей под 70 лет, она все равно Катя, да, ну да, это же в Америке так, ну и вот он говорит, Катя, ты, это, и он на нее Катя, вот из грейт литричи, вот она, и что-то он как попер на нее, что, что нафиг, и прочитал он это предложение, что искрится воздух вокруг стекания этой капли, и, значит, там напоминает взлет в небо в облака, и тут же растворяется на мелкие блестки, ну что-то такое, вот он вот это предложение прочитал, говорит, что это, вот ты на нее, что это такое, ну то есть, имеется в виду, что все люди, зная язык, прочитают то, что им надо, и кому это нравится, там какие-то философские высказывания, позже прочитает, ну, ты приехал в страну, и тебе надо здесь жить сначала, понимаете, прежде чем читать эту всю ферню, господи, прости, вот, а жить надо, чтобы жить надо, надо идти за деньгами, надо идти за продуктом, надо отвечать кассиру, и не задерживать очередь, и вечно, боишься, боишься открыть рот, потому что не знаешь тех и тех, так, слова, и тех, так, заученных предложений, которые они, они все здесь знают, ну, как у нас в России, да, вы вот это брать будете, нет, а это ваше, или это, вы заплатили уже за это или нет, ну, то есть, вот, ну, чисто обиходные такие слова, которые везде, во всех бизнесах, во всех магазинах применяются, вот, и предложение тоже, как его построить, чтобы, чтобы от тебя отвязались, сказать, что нет, это не мое, я уже заплатил, или что-то в этом роде, там, вот, 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 вот,